Идем смотреть Эфиреву башню. Да мы не виделись. Да, давненько мы там не были, хотя были, конечно, ранее. Да на днях мы не поехали. Нет, я имею ввиду, мы к ней уже ходили, смотрели. Просто в прошлый раз были тучи, дождь, сегодня погода хорошая. Посмотрим сегодня при солнечном цвете, как она выглядит, сколько там народу покажем. К башне попасть очень легко. Нужно просто пройти по набережной Сены в сторону башни. Собственно башню вы увидите, ее видно от отсюда. Мне кажется, мы идем по чьей-то дорожке. По-моему, это оборотень. Мне тоже кажется, что он видит оборотень. Думаешь, она перевернулась? Смотри, как они вдвоем гуляли. По-моему, это оборотень у него. На собаку не похоже. Я никогда не видела такую собаку. Да. То есть эта собака сейчас попискает, тут зато тут пол Парижа. Ну да. Видел? Не хочется, я с вами улыбаюсь. Что делать? Свернуть в маленький улыб. Ну пойдем. Просто по большому как-то некрасиво. Парижа, они уже некрасиво, понимаешь? Там же есть какая-нибудь улица, нет? Дальше, да. Что это за цеха? Мечеть, что это? Нет. Мечеть. Ну, странный стиль. Очень. Вроде как. Хай-тек какой-то. На нашу вроде похоже, а вроде как. А вроде и не похоже. Не пойму. Кориски нашинские. Можем подойти глянуть. Ведерко с собой есть? Нет. Ну пошли пособие. Здесь я еще не ходил. Глеб? А, в этих улочках. В каких улочках? В этих улочках. А, да, точно. По евро. По евро. Багет, да. Сейчас они полтора или где-то. Один из шесть. Ну, да. Вырос. А вырос из-за беженцев. Они сейчас сюда пустили. Они сейчас там кормят. Это там лагеря, жилье. Семь, это говорит, да? Конечно. Это же за счет... Ну, возможно, они налоги подняли, а за счет налоги... Утки. Ой, глянь, какие маленькие бусины. Ну, идите сюда. Почему ты всех кис-киз завешь? А, на шипящие звуки. Где-то пищат еще. Вон, бегают, пищат. На шипящие звуки они все реагируют. А где кис-киз в шипящие звуки? Кс-кс. Вот так же я делаю. Шипящие. У меня это работает. Я поэтому не вдаюсь в подробности. Если оно работает, то... Ни одна утка на кис-киз не повернула. Если все работает, то лучше не вмешиваться в процесс. Слушай, какие дома тут красивые. Ревка в Таганроге? Нет, в Таганроге получше будут, конечно. Но почти стремятся. Молодцы парижане. Мы вышли из маленькой улочки. С длинным названием. И совершенно неожиданно увидели башню. В общем, какой красивый дом. А вот сидит он снизит. А посмотри, какой этот дом красивый. Смотри, какой парламент. Маленький дом тоже. А вот парламент. С такого расстояния башня действительно картонная, кажется. Может быть, из-за цвета. Вот здесь. Будем сейчас фотографироваться на фоне башни. Будут шикарные кадры. Вот такие. В общем, мы несколько лет не были в Париже. Год. Год в год. И тут очень все изменилось. Раньше можно было под башней гулять беспрепятственно. Тут все открыто было. А сейчас здесь везде заборы, кордоны. Под башню теперь, чтобы пройти, нужно очередь отстоять. Там шмонают, видимо, проверяют вещи. И что они там еще делают, неизвестно. Пускают по одному. Там рентген. Нифига. На самом деле опасно. Да. Ну, как бы, обеременные там все дела. Это рентген у них там стоит. Видишь? Да. В общем, серьезная проверка. И теперь под башней народу гораздо меньше. Но башня, ладно. Они Марсово поле тоже закрыли. Там всегда делали стандартные фотографии. Все лежали. В общем, какое-то военное положение на самом деле. Потому что все вокруг в железных заборах. Солдаты ходят с оружием. Лучше бы они разобрались с беженцами. На самом деле, да. Ну, и тут всякие друзья-беженцы. Мы можем попробовать дойти до середины Марсового поля. Капец. А, видимо, когда, ну, очень много людей видят, поставят еще вот сюда. На елочку вот эту. На змейку. Ну, да. В связи с этим, вон, кафешки закрыты. А, нет, это тикет-офис. Я прям шут. Ну, а башня стоит, в общем-то, что и сделается. Ну, понимаешь, теперь просто попасть в рестораны на башне, это тоже... Знаешь, ты привел женщину в ресторан, в Жильверн, да? Жильверн, он же там отдал, кстати. И ты привел в ресторан, а тебе нужно пройти вот этот весь фейс-контроль и переворошить все, и как-то еще очереди постоять. Да. Так себе. Ну, может быть, конечно, меры безопасности оправданы. Но, конечно, стало менее удобно. Ну, как-то стало грустно, прямо скажем. Как будто мы, знаешь, посреди войны какой-то. Вот, смотри, видишь, и фотографии на фоне забора. Да. Что-то нет, опять пришли к башне дождик. Это традиционный дождик под башней. Может быть, она притягивает просто к себе. Как громадон. Ну, да. Вот так, посмотрим, как раз видно будет. А я не знаю, ходят ли сюда, Парижане. А, ну, пикники, да. А теперь думайте, я видишь, на сторонке. Просто, мне кажется, самые стандартные с фотографией здесь, вот посреди. Да, вот они, дорожки. Как теперь? Вот они, дорожки, с которых можно было фотографироваться. Да, напоняем всегда. На фоне башни. Тимофей говорит, что он не любит фотографировать ничего, именно поэтому он там сидит и приседает, и все фотографирует. Сзади у нас пришли люди с рюкзаками, но у нас будет видео на фоне туристов. На фоне туристов? Ну, в принципе. Всем привет, нас зовут Ирина. И Тимофей. И это наша серия о Париже. Будем рассказывать места об интересных... Да, блин. Что отсюда спать? Будем рассказывать об... Будем рассказывать... Будем тренироваться ходить к логопеду. Да. Будем рассказывать вам об интересных местах, которые мы посещаем в Париже. Уже прям... Ну, уже прям вообще все поняли, что мы в музеях не поняли. Ну, короче, давай тебе ты скажи, и мы... У нас вы можете посмотреть, каждый город будет делиться на различные разделы, которые стандартные вы сможете искать. Типа, как пройти, как купить, как поесть, где дешево поесть, где дорого поесть. А также будут какие-то нестандартные ситуации. Как любит говорить Тимофей. Как любит говорить Тимофей. Пойдем подальше, посмотрим, как получаются. Пойдем. Кто самый прямый в мире муж? Я. Сейчас, говорит, камера сядет, и мы ее хрен подключим. Еще можно пятьсот миллионов видео снять, пока ты очухаешься. Вообще, смотри. У нее какая-то стука делает... Да, я вижу. Я не знаю, можно ли у нее попросить эту штуку с ней сфоткаться. Давай на телефон. Глянь, глянь! Вот собачники в Париже. Как он там прыгает? Как он там не строгнулся, сын. Какой-то арт-объект. Да вот, я же хотел подойти. Тут что-то есть писано. Вот в начале Марсового поля какой-то странный объект. Даже не знаю, как это называется. Может быть, почитаю, написано будет. Ну, в общем, какая-то странная штука, которая... С видом на Эфелеву башню. На разных языках что-то написано. Здесь сказано, что вот эти поля закрыты, потому что садовники сажают растения. Там цветы. Они, может быть, еще не подготовили эти грядки. Ну, не знаю. Вместе с заборами, которые окружают Эфелеву башню, такое впечатление, что все-таки неспроста они закрыли все это дело. Ну, в общем, вот такой вот объект непонятный. Попробую в интернете, конечно, найти, что это такое. Но здесь ничего не написано. Пис, пис, пис. Что-то про мир. Что-то про мир. Ладно, если найду, что это обозначает, я обязательно напишу об этом в статье. Смотрите наши серии, читайте статьи, ставьте лайки, переходите на наши каналы и подписывайтесь на страницы. Да, везде подписывайтесь, все, читайте. Мы будем очень рады. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если хочется, чтобы мы что-то сняли, пишите нам тоже. Скажи что-нибудь еще. Пока. Класс. Да, Эда, мы не ходим по музею. Я не нажала, стоп. Я не знаю.